Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Владислав Дикиджи показал попытку исполнения пятерного прыжка. «Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье. Тем самым, спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему своё время», – написал Дикиджи, опубликовав видео с попыткой пятерного Сальхова. Дикиджи – серебряный призёр Чемпионата России. В марте фигурист исполнял на тренировке четверной аксель, а также поспорил с Александром Голямовым, что до конца лета приземлит один из пятерных прыжков. Попытку исполнения пятерного Сальхова также показал Глеб Лутфулин. Ещё больше эксклюзивных видео в нашем Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал в описании под этим видео. Присоединяйтесь. Тем временем Международный союз конькобежцев присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам. Каждый вид пятерного прыжка Тулуп, Сальхов, Ритбергер, Флип и Лутц получил базовую стоимость 14 баллов. Пятерному акселю стоимость не присвоена. В короткой программе пятерные прыжки запрещены. В призвольне допускается исполнение только сольных пятерных прыжков. Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости. Владислав Дикиджи рассказал, как пытался исполнить пятерной прыжок. Мотивирует ли то, что ИСО опубликовал базовую стоимость пятерных прыжков? Наверное, маловато базовая стоимость для пятерного прыжка. Поэтому, я думаю, больше нет, чем да. Я пытался прыгнуть пятерной. Очень сложно это сделать. Это нужно быть в невероятной физической форме. Иметь невероятную какую-то технику, талант, чтобы всё совпало. Была попытка пятерного сальхова, но был недокрут в полоборота и падение. Приходится больше сил вкладывать, понятное дело, чтобы был выше толчок. Я прорезал лёд, сильно въедался в него ногой, не выталкивал меня по инерции, как обычно выталкивает на четверном. Если, допустим, брать меньше толчок, то будет, понятное дело, недокрут. Не получится докрутить без толчка и бешеной крутки. На данный момент всё-таки больше хочется исполнить в произвольной программе четыре четверных, нежели прыгнуть один пятерной. Пока что в планах это. Либо дойти до пяти четверных в программе. Для пятерного нужно очень много усилий, поэтому это будет тяжеловато. Не буду загадывать, в приоритете всё-таки собрать больше четверных в произвольной программе, сказал Дикиджи, добавив, что спор с Александром Галямовым был не на 100% серьёзный. В шуточной форме это сделали, сказал Дикиджи. Татьяна Тарасова сомневается, что в ближайшие годы фигуристы будут исполнять пятерные. В ближайшие годы никто пятерные прыжки прыгать не будет, я так думаю. Хотя бы четверные прыгнуть. Для этого нужны новые ботинки и коньки. Это будет не скоро. Нужен человек, который очень хорошо прыгает, сказала Тарасова. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о присвоении стоимости пятерным прыжкам. Любая оценка для такого элемента будет низкой. Пятерной прыжок это абсолютно уникально, выше человеческих возможностей, сказала Бестемьянова. Алексей Ягудин высказался о присвоении базовой стоимости пятерным прыжкам. Это нормально, всё развивается и фигурное катание в том числе. Раньше, лет 20 назад, 1-2 четверных прыжка прыгали от силы 3, а сейчас без 4-5 четверных в принципе можно даже не выходить на мировую арену. Но я лично верю, что будет прогресс и дальше. Никто не верил в четверной аксель, но он есть. И за Ильёй Малининым потянулись другие фигуристы, тот же Владислав Дикиджи. Другие попытки имеются. Дикиджи выехал, другие близки к этому. Ничто не стоит на месте, поэтому не вижу ничего сверхъестественного в том, что начали появляться уже в таблице определенные баллы и запятерные прыжки. И таблицей этой начнут пользоваться, когда у кого-то будет пятерной прыжок. Пока что это только лишь бумаги, показатель того, в каком направлении развивается фигурное катание. Можно с Татьяной Анатольевной лишь согласиться, что пятерной прыжок – это дело будущего и не ближайшего. Хотя, кто знает, в четверной аксель мало кто верил. Но я верил, он стал реальностью, сказал Ягудин. Российский танцевальный дуэт Екатерины Миронова Евгений Устенко поработал с тренером Игорем Шпильбандом и хореографом по сквале Камерленго. Камерленго поставил фигуристам ритм-танец. «Спасибо, большая честь для меня работать в этой команде и на какое-то время присоединиться к этим замечательным людям», – написала Екатерина Миронова. Тренер Игорь Шпильбанд назвал дуэт Миронова Устенко «очень перспективным». «Мои впечатления от первого этапа сотрудничества очень позитивные ребята, молодые и, на мой взгляд, очень перспективные. Я рад, что мне удалось поделиться с ними моими взглядами на танцы на льду и технику катания. Уверен, что это даст им мощный толчок к дальнейшему прогрессу», – сказал тренер. Луна Хендрикс рассказала о новой короткой программе. «Это джаз, новый стиль, в котором я никогда раньше не каталась. Я люблю бросать себе вызов и пробовать разные стили», – написала Хендрикс. Также чемпионка Европы по фигурному катанию анонсировала музыку для произвольной программы. Хендрикс будет выступать под кавер композиции «Share Believe». «Песня близка моему сердцу и стиль, в котором я всегда хотела кататься», – написала фигуристка. Серебряный призёр Олимпиады 2022 Александра Трусова анонсировала мастер-классы в Мексике. Они пройдут с 30 августа по 1 сентября. «Уже совсем скоро я снова приеду в Мексику. На этот раз я посещу два города и проведу для вас мастер-класс», – написала Трусова. Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова быстро подготовится к контрольным прокатам. Ранее фигуристка подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре. «У нас контрольные прокаты начинаются 14-15 сентября. Недели ей хватит для подготовки с учётом того, что она готовилась до этого. И в Мексике она тоже будет готовиться», – сказала Тарасова. 22 июля спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию Канады на распределение медалей Олимпийского командного турнира. Участие в заседании приняли и российские фигуристы. Напомню, Канадская федерация фигурного катания и Национальный олимпийский комитет Канады подали апелляцию на решение международного союзка нькобежцев присудить сборной России бронзовой медали командного турнира на Олимпиаде 2022 в Пекине. Ранее международный союзка нькобежцев переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвёртом месте, по мнению канадцев, бронза должна перейти к ним. Чемпион мира и Европы в парном катании Александр Голямов рассказал, как прошли очередные слушания в спортивном арбитражном суде с участием российских фигуристов. Прошли очередные слушания, многочасовые и волнительные. В этот раз все члены команды были более уверенными в себе и более спокойны. На этот раз от команды выступал Марк Андротюк. В его красноречии и взвешенности высказываний сомневаться не пришлось. Нам всем остаётся ждать и идти на тренировку, сборы, шоу. Спасибо за поддержку, мы все знаем, что лёд не врёт, написал Александр Голямов. Камила Валиева показала свою тренировку в зале. Вспоминаю, потихоньку подписала она видео. 22 июля Камила Валиева впервые за полгода вышла на лёд. Спортсменка выступила в спектакле «Руслан и Людмила», который проходит в Сочи. Партнёром Валиевой является серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт. Фигуристка исполнила в прокате аксель в полтора оборота и двойной тулуп. Камила Валиева обратилась к зрителям после возвращения на лёд. Я безумно рада вернуться на лёд. Спасибо вам за такую поддержку, что вы здесь поддерживаете, любите, даёте нам энергию. Конечно же, хочу сказать огромное спасибо коллективу, потому что это самые добрые, лучшие люди, с которыми я могла вернуться на лёд. «Я всех очень люблю, очень скучала и надеюсь, дальше будет только лучше», сказала Валиева. Татьяна Тарасова заявила, что соскучилась по выступлениям Камилы Валиевой. Возвращение Камилы на лёд – очень радостное событие. Теперь мы будем иметь удовольствие её видеть. На сегодня это очень большой шаг к тому, чтобы, может быть, года через два Камила, поддерживая себя в форме, вернулась в спорт. «Это возможность. Я соскучилась по Валиевой, обязательно буду смотреть шоу с её участием», сказала Тарасова. Тренер Катарина Гербольд заявила, что рада возвращению Камилы Валиевой на лёд. «Когда спортсмен такого уровня возвращается в том или ином амплуа лицезреть, это огромное счастье как для фанатов, так и для юных спортсменов. Думаю, для неё это тоже огромное счастье. Всё-таки она посвятила большую часть жизни этому любимому делу, поэтому я очень рада. Это здорово, что мы можем снова на неё посмотреть. Хорошо, что ей позволено выступать в шоу», сказала Гербольд. Фрагменты выступления Камилы Валиевой и множество других видео смотрите в нашем Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал в описании под этим видео. Присоединяйтесь. Спасибо за просмотр. До новых встреч.